Патриот Иванович 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 Тоже не стоит. Но опять же, пробританские агенты. До какой степени они могут быть, жены, дети, пробританскими агентами? Давайте захватим жену автомеханика и попробуем ее пытать. Пусть она сознается, как ее муж настраивает зажигание. Мы сильно там что-то напытаем, информации много получим. Она намного, кажется, полезна в этом направлении. Практически никакая польза. То есть у этого всего тоже есть какие-то пределы. Да, рычаги влияния, болевые точки есть. Ну, если жесть такая начнется, как непосредственно с губернатора Муссом началась, ну, какое-то противодействие будет. Но точки, конечно, создаются, ослабления происходят. Артем. Виктор Григорьевич, неужели вы не понимаете, что переходный период всегда ужасен и несправедлив? Неужели западное барахло и западная бескультурья вам нравятся? Не верю. Вы рождены в СССР, в стране культуры и нравственности. Да, да, гнид везде хватает, но посмотрите на людей тогда и сейчас. Уважаемый Артем, вот не согласен с тем, что вы говорите вообще. По многим пунктам сразу не согласен. Прям вот зомбированную точку зрения. Во-первых, переходный период всегда ужасен. Неужели вы не понимаете? Зачем нам ужасные переходные периоды, да? Вот мы жили-жили, потом вы решили раздеваться над страной и устроить переходный период. Потом сказать, а не получилось этот коммунизм, социализм. Ну, все. Это что такое? Вас кто-то просил устраивать эти переходные периоды ужасные и несправедливые? Далее, СССР, страна культуры и нравственности. Какая была у вас нравственность в начале вашего СССР? Комсомолка принадлежит каждому комсомольцу. Это у вас семейные ценности притащили там проститутки зарубежные. Это вот тот аморальный, то греховное падение, которое было в начале вашего СССР, вашего становления, вашего коммунизма. Это просто исторические материалы. Посмотрите, о чем это было. Посмотрите на людей тогда и сейчас. Люди, вот какие были, такие и остались. А то, что у них в голове, это результат пропаганды, то, что вот в них заливают. Если заливать одно, оно и получится. Коммунисты, успокаивайтесь. Успокаивайтесь, пожалуйста. Удаляйтесь от нас. Далее. Виктор, вы врете. Иметь свой трактор или комбайн было разрешено. Строить дома за счет государства, всем народом было повсеместно и так далее. И тому подобное. Вы врете, что люди жили в нищете, потому что иметь китайское барахло – это не нищета. А иметь качественное… Так. Про комбайн и тракторы вы врете. Иметь комбайн и трактор было разрешено. Короткий промежуток НЭПа, было что-то разрешено. Дальше можно было где-то украсть списанный трактор там. Ну и украсть, как бы прижить, назовем это так, по деревенским меркам. Потому что у одного в дворе стояла косилка каких-нибудь 50-х годов, прижитая. У другого тракторочек такой трехколесный еще, оказывается, такие были, прижитые. Как-то прижитое было. Но оно… Зачем вам комбайн был, если у вас не было земли? Вы не могли взять кусок земли, на нем что-то посеять, распахать, посеять, собрать урожай. Вам комбайн в принципе не нужен был. Во-вторых, он вам был запрещен. Нельзя было частной собственности иметь средства производства. Ну нельзя, вы просто не представляете. Вы наслышаны об этом. У нас были какие-то не колхозные вещи, такие как пасека. Как-то некоторые люди могли это держать, да. Что-то еще было. Вот картошка у нас у всех была в частной собственности. И то, земля была не в частной. Ждали весну, какую землю нарежут, на каком кустке земли можно будет ее посадить. Или на даче, или на полях. Там 25 суток можно взять в деревне, да, и посадить там картошку. А своей земли не было. Это нельзя было. А вот эти вот все трактора и комбайны без своей земли, они бессмысленны. И тогда в принципе все решалось за бутылку. Тракторист тебе за бутылку мог бы распахать. А то, что не мы врем, это вы просто так оторваны. Вы не представляете, какая была реальность. И ваши представления, они наивные. Вот просто наивные. Ваши представления о Советском Союзе. Даусский алхимик. Кофточка, штанишки, машина и домик – это личная собственность. А свой молокозаводик, ферма или предприятие – это частная собственность. Это вот намек на то, что при коммунистах, при социализме, вот этом при советском, была частная собственность и личная. Вот что-то было частной собственностью, а что-то личной. И типа что-то от этого меняется. На самом деле это слова-синонимы. Это подмена, опять же, нарушение логики. Вот давайте. Вот есть у мужика две кобылы. Вот он утром вышел такой за ворота. И в правой руке там одну подосы держит, в левой – другая. Вот они личные у него или частные, эти кобылы? Эти кобылы – это его собственность, неважно личная или частная. Вот он правую отдал свояку за 7 копеек в час, чтобы тот пахал свой огород. А левую взял и повел пахать свой огород. Вот он пашет на этой кобыле свой огород. Вот какая частная собственность? А может их поменять. Ничем оно не отличается, личная собственность от частных. Это собственность этого человека. А вот демагоги, они пытаются размыть эти понятия, взять одно и то же, разделить, что оно как-то чем-то сильно отличается. Тот же личный автомобиль он может использовать как частный. Зарабатывают на нем частные деньги. Это частная собственность на личном автомобиле. И что? И вот этот же личный автомобиль он сам пользуется. Ничем эти понятия не отличаются. Для дураков, для совсем конченых лаков, коммунистические идеологи придумали вот эту вот лютую дичь, которую вы уши развесили и веруете в нее. Личная, частная. Поменяли этих двух кобыл. И что, какая? Вот в глаза мне посмотрите. По глазам узнаете, какая личная, какая частная. Не узнаете. Просто он, а, деньги начал зарабатывать, да, все, назовем это частной собственностью. Это уже не личная собственность. Все. А если он лишнюю картошку на рынке продает, она в какой момент становится частной? А, деньги зарабатывает, была лишняя картошка стала частной? Фигня это все, ваше рассуждение. Это вот для скота придумали эту идеологию марксизма. Это для зомбирования, для уничтожения вас как личности, для превращения вас в одну серую массу скота, которую можно довести до рабского состояния и управлять, как пожелают. И будет у вас всегда группа партийных бонзов, на которых вы работали. Вот были патриции в Древнем Риме, да, патриции, да, а потом у вас были партийцы такие, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Одних таскали на плечах, в этих повозках, в этих носилках, да, а здесь вы на хребтах этих экономических вы таскали этих бонзов, которые ничего не делали, просто достигали кворума, к консенсусу приходили. Сева новгородцев боролись с классом угнетателей, с барыгами, торгашами, а не с совестными людьми. Вот, Сева, вы такую чушь несете, вот как можно бороться с барыгами, торгашами, угнетателями, а не с совестными людьми. Приходит такая продразверстка в деревню. Где набрали продразверстку? Набрали ее из освобожденных урок, в большинстве своем. Гопники такие пришли в деревню собирать телеги-жратвы, чтобы в город слать, иначе их пристрелят и обратно в тюрьму загонят. И вот они ходят такие по деревне, да, раскулачивают, хлебушек отбирают и так далее, и так прочее. Потом их, конечно, посадят или расстреляют большую часть. А сейчас они вот царят, и вот они борются с барыгами, а не с совестными людьми. Он когда ходит с этим наганом по деревне, да, в лобик стреляет там к тому, кто им мало принес, он не может, он своим интеллектом, совестных людей-то не определяет. Как оно определит вам, кто в деревне совестливый, кто несовестливый? И это вы говорите. Дальше. Какие угнетатели, барыги, торгаши? Чем человек, занимающийся торговлей, является торгашом? Это что, плохая профессия, да? Вот продавец, это плохая профессия? Это вы пользуетесь термином, который оскотинивает какое-то происходящее. Барыги, торгаши, угнетатели. Это были те же самые наши люди. Вот дебилы пришли и сказали, давайте часть своих людей поубиваем, отберем у них все, и нам будет жить хорошо. Поубивали, отобрали все. Жизнь хорошо не стала. Игорь Вологин. А можно точнее про отъем частной собственности? У меня была частная собственность и много. Может, отнималась частная собственность на средства производства? Точнее, нужно с определением. И что плохого в отъеме средств производства? Что плохого в отъеме средств производства? Плохо отнимать частную собственность. Плохо отнимать средства производства. Когда вы отнимаете у людей средства производства, люди перестают производить. Это элементарно. Вот отобрать лопату человек перестанет копать, у него не будет этой возможности, да? Отобрать улей человек не сможет пчелок там разводить. Отнимать частную собственность – это загонять народ в нищету. Вот вам кажется, что вы у кого-то отобрали частную собственность или собственность на средства производства, и вам стало легче, у них тоже отобрали, теперь мы все нищие, да? Вам от этого лучше становится? Ну это быковский такой вариант. Вот когда все кругом богатые, всем легче становится. Когда люди могут сами себя на своей земле прокормить, из-за того, что у них есть средства производства, и они за счет этих средств производства достигают каких-то результатов. Кто-то картошечку вырастил, кто-то огурчики, кто-то сырок произвел. В результате всем хорошо. А когда нет средств производства у народа, все ждут тогда, когда начальство сделает так, что кто-то там где-то вырастет какую-то корову, потом ее подоет, потом будет сыр в заводе, потом будет сыр. А сыр в Африку отправили в помощь голодающим, и нету чего-то у нас сыра. Или что-то случилось. Да нахрен? Вы должны сами от себя зависеть, а не от того, что там кто-то… Средства производства должны быть и у них, у вас лично должны быть какие-то средства производства, если вы можете с ними управляться. И должна быть возможность получить эти средства производства. Вы просто должны в любой момент иметь возможность уйти в какой-то, создать свой маленький частный бизнес. Пусть это будет там обработка кожи, не знаю, чего угодно. Столярное дело, любое дело вы должны иметь возможность этим заняться. А нас несколько поколений лишали этой возможности. Вот лишали. Вот территория нашей страны, территория нашей страны была в основном под запретом, кроме некоторых национальных регионов. Такие-то виды деятельности. Нельзя было иметь частную собственность на большинство естественных вещей. Нельзя было свое производство в общем случае. В результате мы инертную массу воспитали, которая не имеет опыта предпринимательства. Вот честное предпринимательство – это самая прогрессивная форма, когда люди что-то производят. Честное предпринимательство. Есть нормальная законодательная база, и люди этим занимаются. И всем от этого хорошо. Всем хорошо, когда все богатые, а не когда все нищие. А то, кто физически не может, тех уже надо на социальный пакет брать и помогать. И на базе этого и получается честный социализм. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова